Как вы сами относитесь к такому высокому, я бы даже сказала, рейтингу популярности своей личности? Вот вы что делаете? Для чего вы это делаете? Вы прислушиваетесь к общественному мнению? И имеет ли оно значение для вас сегодня? Я могу многое себе позволить. Вот а яхты у меня нет. А я не кокетничаю совершенно. Что вы часто говорите в интервью о том, что не хватает. Не хватает первоклассных журналистов у нас в СМИ. Ну, вы меня хотите поймать, не поймаете. Человеку, перед которым пасует петербургская пресса. Вы иногда чувствуете, как ослик ИАИ смотрел на свое отражение в воде и приговаривал душераздирающее зрелище. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Для меня это большая честь. Вы знаете, я долго думала, какой задать вам первый вопрос человеку, перед которым пасует петербургская пресса. Я это увидела на церемонии открытия этого фестиваля «Послание к человеку». Да. Такое было. Боялись задать даже думали над первым вопросом. Тем не менее, как вы сами относитесь к такому высокому, я бы даже сказала, рейтингу популярности своей личности? Совершенно откровенно, с благодарностью, с ощущением, что мне очень повезло в жизни и с некоторым удивлением. Правда. Я не кокетничаю совершенно. Я выступал вот в университете на юридическом факультете. Называется это мастер-класс, это никакой не мастер-класс, потому что речь не шла о том, как делать интервью, то есть то, что профессионально. Был актовый зал, ну, забить так, ну, я не говорю о том, что места были заняты, я не говорю о том, что все проходы были заняты, люди стояли два часа. Но им пришлось открыть второй зал и на экране показывать. Но я не понимаю, я вам искренне говорю, я не понимаю, почему совсем молодые люди, им там 20 чем-то лет, это все студенты. Я даже иногда думаю, ну, лучше и не пытаться узнать, потому что вот узнаешь, и потом это все кончится. Так что я не знаю. Я отношусь к этому, еще раз говорю, с ощущением невероятного везения, признательности и удивления. А скажите, вы прислушиваетесь к общественному мнению и имеет ли оно значение для вас сегодня? Если вы имеете в виду критиков, то нет вообще. Я не слушаю и не читаю. Ни похвального, ни наоборот. Мне это неинтересно. А то, о чем вы говорите, это и есть общественное мнение. Да. А как вы сами работаете над собой? Профессионально. Ведь я пришел в телевидение, мне было довольно много лет. Я начал в печати, потом я был на радио. И, по сути дела, мне было 50-52, ну, заменитый телемост «Ленинград-Сиэтл». Мне было 52 года. И я не был профессиональным телевизионным ведущим. Значит, есть, очевидно, какие-то способности. А потом ты смотришь, как другие работают. Тот же Донахев я очень смотрел. Но, пожалуй, может быть, самое главное – смотреть на себя, на экране. А мне это очень тяжело до сих пор. Вы иногда вот чувствуете, знаете, как ослик ИАИ смотрел на свое отражение в воде и приговаривал душераздирающие зрелища. Знаете, я думаю, что просто ты видишь – нет, это не так, это не так. Но, наверное, ключ к успеху – это то, что ты делаешь то, что ты должен делать. То есть, вот это твое. Ведь большинство людей, на мой взгляд, так и проживают свою жизнь, не очень-то понимают, а для чего я. Вот что такое мое? Причем мое может быть все, что угодно. Это может быть человек, который кладет кирпич, но так кладет, как никто. И потом говорит, посмотрите. Или кондуктор троллейбуса. Именно. Именно. Что какой я мастер своего дела. Школа, к сожалению, не помогает тебе найти вот что твое. Вот я случайно же, ведь я же биолог по образованию, окончил биологический факультет. Я физиолог человека. Потом я хотел быть переводчиком поэзии, пробовал это. И все понимал – нет, это не мое, это не мое. А что мое? И случай помог мне. Другое дело, что я этим воспользовался. И я всегда всем говорю, знаете, вот древние римляне говорили, карп и дием, лови момент. Жизнь все время предлагает. И мы, как правило, боимся. Ну, как менять, знаете, вот как-то так привычно. Я никогда этого не боялся. И вот это мне повезло. Поэтому сказать, что, конечно, я работал над собой и работаю над собой, но все-таки это шлифовка, скажем так. Шлифовка, которая идет постоянно. Как лучше задать вопрос, как добиться большего. Но это не относится к такому, я бы сказал, несколько привычному выражению – работать над собой. Надо над собой работать. Знаете, это как-то не очень. Я поняла. Существует ли на сегодняшний день образ идеального журналиста? Потому что вы часто говорите в интервью о том, что не хватает. Не хватает первоклассных журналистов у нас в СМИ. Ну, идеального не бывает ничего. И стремление к идеалу иногда приводит к обратному, как мы знаем. Но, конечно, есть представление о том, на мой взгляд, каким должен быть журналист, который занимается, ну, широко говоря, информацией. Но и поскольку этому не учат, не убеждают. Понимаете, когда приезжали вот эти вот молодые люди, которые являются звездами в своих городах, и все их узнают и так далее, да, выяснялось, что они совершенно не понимают, чем они занимаются. И спрашивали, что такое журналистика? Вот вы будете рассказать мне? Вот вы что делаете? Для чего вы это делаете? И начиналось обычно с того, что просто я довольно легко им доказывал, что они вообще не журналисты. И бывали такие драматические моменты, когда начинали рыдать и говорили, что я ухожу из профессии. Это первая реакция. Да, и только потом, постепенно, постепенно. То есть, понимать хочется, прежде всего, чтобы люди понимали, что эта работа связана с ответственностью. Что вы влияете на людей. Вы влияете на людей, а значит, вы ответственны. В какой-то степени, да, и потом у вас есть обязательство. И это обязательство, и это дать им информацию, которой вы владеете. Даже если это опасно. Если вы этого не делаете, вы перестаете быть журналистом. Я говорю, все равно, как врач, который находится на поле боя и находит раненого, он же не спрашивает, чей ты. Он его спасает, иначе он не врач, иначе непонятно что. И вот, если у вас есть информация, вы ее нашли, и вы ее проверили, разумеется, то вы не имеете права ее, если она общественно значима, конечно, вы не имеете права ее скрывать. Вот это представление о вашем долге, вот это отсутствует. Сегодня и не только у нас. Это прежде всего представление о том, какой я знаменитый, да сколько я зарабатываю, да какой я крутой. Это совсем не трудно. Деньги и слава это было всегда. К этому, к сожалению, да, в первую очередь умелись всегда. Об ответственности говоря, сегодня, сколько бы люди не говорили о том, как тяжело смотреть на экраны своих телевизоров и слушать эти новости, без конца наблюдая насилие с экранов, да. Тем не менее, самые, это ведь не парадокс, это нормально, самые высокие рейтинги, к сожалению, это нормально, как раз-таки у программ, которые рассказывают, рассказывают в духе реализма, скажем так. Новости – это одна из тех программ. И скажите, рядом ведь существуют маленькие каналы, которые, возможно, рассказывают те новости, на которые большие каналы не обратят внимания, да. Причем новости такие, которые помогают жить, показывают человека даже с другой стороны. Есть ли у таких каналов сегодня в России возможность выжить? Ну, вы говорите о нишевых каналах. Все-таки нишевый канал – это канал, который построен вокруг совершенно определенных интересов, определенной аудитории. Ну, если говорить самыми общими словами, скажем, спортивный канал. Это нишевый канал. Или там канал кухни. Понимаете, да, это вот для определенной публики, которые интересуются именно этим, и другими вещами они не занимаются. Когда вы говорите о новостях, тут надо быть очень аккуратным. Отбор новостей, а их отбирают же ведь, связано с определенными, ну, можно сказать, политическими моментами. Значит, если ваш канал, ваш телевизионный канал принадлежит государству, прямо или опосредованно, то выбор новостей определяется интересами власти. Мы не будем показывать то, что нам невыгодно. Но это уже не журналистика, это пропаганда. Если канал принадлежит человеку конкретному, это тоже может быть, он говорит, нет, это я не хочу. Я хочу, чтобы было только вот это. И поэтому по-настоящему только общественное телевидение, которое не зависит от власти и не зависит от рекламодателя, а зависит только от нас с вами, потому что мы его поддерживаем своими ежемесячными взносами, или его поддерживает все-таки государство, приняв определенный закон, что некоторый процент бюджета идет на поддержку этого телевидения, и уменьшить этот бюджет нельзя, нельзя оказывать давление, мы можем рассчитывать на то, что будет честный подход к информации. То есть показывает то, что на самом деле важно, а не то, что хочется. Как вы относитесь к общемировой уже тенденции по замене классических СМИ, скажем, интернет-изданиями, блогами и какими-то другими суррогатами? Это не замена. Это дополнение. Это чаще всего мнение, а не информация. Это возможность любому человеку высказаться, общаться, получить другое мнение, спорить. И это прекрасно, но это не профессионально. И это не журналисты? Это нет. Там есть профессиональные все-таки интернет-такие источники, где работают вполне профессиональные журналисты. Это и есть такое. Ну, почему бы нет? И, конечно, живое телевидение, то есть незаписанное. Когда зритель становится свидетелем того, что происходит тогда, когда это происходит, это ничем не заменишь. Вот. Поэтому, ну, скажем, то, что мы сейчас с вами делаем. Если бы это было в прямом эфире, зрителю было бы, если бы он знал, что это прямой эфир, ему было бы в сто крат интересней, то, что он бы понимал, что ни вы, ни я не знаем, что произойдет вот сейчас. А когда это запись, да, это может быть интересно, и даже очень интересно, но этот момент присутствия, он отсутствует. Настоящее телевидение, конечно, это прямой эфир. Когда-то вы выбрали документальное кино. Мне хотелось бы послушать вас, почему, почему в сторону документалистики ушли, и уже после этого, из-под вашего пера выходят замечательные фильмы о странах, да? Не о людях, о странах больше снимаете. Ну, о странах это о людях все-таки. Это же там сотни людей, с которыми-то я разговариваю. И как раз страна, любая страна, она раскрывается через людей. Без людей нет никакого, это географическое понятие и все. Это же не туристические, это попытка раскрыть, а что такое Франция и французы, или Америка и так далее, да? Меня это всегда интересовало. И как раз я стал, получил возможность это делать, ведь я мечтал очень давно повторить путешествие Ильты и Петрова по Америке. После того, как они свою замечательную книгу написали еще в 1936 году, «Одноэтажная Америка», вот моя мечта была вот взять и повторить их путешествие, но через 75 лет. Значит, и с помощью архивных материалов того времени, и их фотографии, они много снимали, сравните это с Америкой сегодня. С этого начиналось. Вот эта первая поездка, это 2006 год, оказалось, что это так увлекательно. Ведь я, в общем, Америку, ну, знаю хорошо, по крайней мере, мне так думалось. Американец в том смысле, что я там вырос, английский язык, американский для меня родной язык и так далее. Но вот в такой поездке ты начинаешь понимать, как мало ты знаешь, потому что ты бываешь в местах, где ты бы никогда не бывал, потому что ты, ну, зачем там, встречаешь с людьми не твоего круга, ну, совершенно, и страна раскрывается по-другому. Это было так захватывающе, что я подумал, а что-нибудь еще давай. Ну, Франция другая моя страна. А успех был большой, и люди стали говорить, ну, давайте еще, давайте еще. И вот я это делаю. И я это делаю с определенной целью. Я считаю, очень важно донести до нашего зрителя, каков этот мир, который они не видят, что... И насколько, так сказать, мифология, существующая по поводу той или иной страны, а следовательно, того или иного народа, действительно, это мифология, а не реальность. Дать им такое ощущение. Но что касается вообще документального кино, я, пожалуй, что до этого вообще этим не занимался. Ну, я участвовал в одном фильме, который назывался «Свидетель». Это было во времена Горбачева. Но я не собирался этим заниматься. Но я просто увлекся очень. А вообще очень люблю документальное кино. Именно документальное. Я не могу сказать, что я не люблю кино, но для меня документальное представляет особый интерес именно потому, что это реальная жизнь. И когда это талантливо сделано, то это меня совершенно захватывает. Я недавно видел совершенно поразительный фильм, называется «Таксист». Это сделал довольно известный, вернее, даже очень известный иранский кинорежиссер, которому запретили в Иране снимать кино. И он взял и заделся таксистом. Он повесил маленький GoPro. И начал снимать изнутри. В такси. Значит, кто садится, о чем разговаривает и так далее. Ну, это просто не оторвешься совершенно. Как это интересно. Ян Артюс Бетран снял такой замечательный фильм. Потрясающе. Вы видели его уже. Потрясающе. Часто-таки я вас вижу тогда, когда вы посмотрели этот фильм. Потому что я спрашивала вас еще до этого момента. И спрошу сейчас. Вот он рассказал столько историй. И Ян Артюс Бетран обещал, что он вернется в Россию. Потому что Россия необъятна. Да. Потому что народов в России, вы же понимаете, а, соответственно, это такое поле, поле деятельности. Он обещал вернуться. Что касается вас, вы бы не хотели исколесить Россию и снять свой документальный фильм о России? Вы знаете, я уже отвечал на этот вопрос. Он естественный. Но вы делали о той стране, об этой, об этой. А о России? Я всегда говорю, мне о России очень трудно сделать. Потому что у меня глаз замылен. Знаете, когда приезжал сюда мой внук, Коля, который немец. И живет в Германии. Ему 20 лет сейчас. Но он приехал ко мне в гости. Ему было лет, наверное, 10. И мы с ним едем за город в машине. Он смотрит, естественно, в окно. И в какой-то момент, так как вот зовет меня не дедушка, а Вова, он мне говорит, «Вова, а почему столб криво стоит?» Телеграфный столб. А я уже не вижу, что он криво стоит. А у него в Германии-то все столбы прямые. Поэтому ему бросается это в глаза. Я могу ему объяснить, почему криво. Но я его не вижу. Значит, нужен вот... Ян, у него глаз-то не замыленный. Он России совсем не знает. И он будет видеть то, что я уже не вижу. Я могу быть, как вам сказать, вторым голосом. Я могу объяснить. Сказать, а вы знаете, почему криво? Да потому что... Ну и так далее, и так далее. Поэтому о России я делать не стану. Ведь ему понадобится помощь. Может быть, поработайте в соавторстве. Если бы он предложил мне, я бы, пожалуй, согласился. Он, конечно, сделал великий фильм. Я понимаю, какое нужно искусство, какой нужен талант, чтобы людей так разговаривать. Чтобы они так говорили совершенно открыто, не играя на камеру. Но вот это искусство интервью. Добиться того, чтобы человек забыл о камере, забыл о микрофоне. И просто с тобой говорил. Причем, заметьте, мы не слышим вопросов. Вопросов вообще нет. А есть как бы нескончаемые монологи этих людей. Я смотрел вариант, где три с половиной часа. Но оторваться невозможно совершенно. Это тяжело смотреть. Потому что столько страданий. Столько несчастья. И когда ты понимаешь, что так живет большинство человечества, вообще это, если у тебя есть хоть какая-то способность сострадать, то это очень тяжело. Но это совершенно замечательно. Да, сам Ян отмечал то, что после просмотра этого фильма многие признавались в том, что они уже иными выходят из зала. Это правда. Это правда. Я видела режиссерскую версию. Это так. Есть у нас вопросы от наших телезрителей. Конечно, они когда узнали о том, что вы будете моим следующим гостем. Давайте. Был настоящий ажиотаж. Интересует прежде всего вот что. За семь десятков лет вы видели буквально, наверное, целую эволюцию женской красоты. Женщины интересуются. Сегодня есть идеал женской красоты? И какая она должна быть идеальная женщина? Есть ли идеал? Ну да, есть. Это навязан. Этот идеал навязан модой, глянцевыми журналами, кино. Ну, есть некоторые представления о красоте, но которые не определяются размерами, там, сантиметрами или килограммами. А это, прежде всего, для меня это обаяние, это ум. Это какая-то невидимая, но какая-то, ну, как бы это сказать, вольтовая дуга, что ли, которая образуется между тобой и этим человеком, между мужчиной и женщиной. Вот, поэтому, да, идеал, вернее, стандарт. Вот, стандарт есть, но ведь этот стандарт, он действительно механический. Он не включает ничего из того, что я говорю. Я иногда себе задаю вопрос, а что на тебя все-таки больше действует? Вот эта вот красота или вот то, что мы можем назвать обаяние? Конечно, обаяние, конечно, это намного сильнее привлекает меня лично. Можно восхищаться красотой, можно сказать, ох, какая же это красивая женщина. Но это только, ну, как бы сказать, это первое. Потому что, естественно, если ты с человеком не говоришь, то ты ничего другого пока не знаешь. Но дальше достаточно, знаете, трех минут, и все понятно. Что в глазах, что в лице, что... Руки какие. Я на это очень... Вообще для меня руки, например, имеют колоссальное значение. Есть такие руки, которые я сразу понимаю, нет. Нет, 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 все хорошо. Я пока прохожу? Все хорошо, да. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Народ интересуется, звезда или человек? Чего больше у вас? Скажите, ответьте на такой вопрос, сколько стоит буханка хлеба сегодня? Сколько? Буханка хлеба сколько стоит сегодня? Ну, это зависит от буханки. Я покупаю обычно потрясающий багет. Ну, багет стоит 180 рублей. Так, давно ли вы были в метро? Недавно. Просто это быстрее иногда, чем машина. Но редко бываю в метро, не стану спорить. И потом, слушайте, к звезде это не имеет никакого отношения. Я знаю многих бизнесменов, которые совсем не звезды, и никто не знает их фамилии, которые вообще в метро не были никогда. Понимаете как? Человек живет так, как ему удобно, и так, как он может себе позволить. Если он может себе позволить, условно говоря, ездить на машине Ягуар, а не на Ладе, так он будет ездить на Ягуаре. Зависит только от того, а почему он может позволить себе ездить на Ягуаре. Ну, потому что у него есть финансовые возможности. А это откуда? Если он преуспел в своей профессии, и за это ему очень хорошо платит, он не превращается в звезду. Звезда – это всегда сопряжено с известностью, с популярностью. Ой, все его знают. Но это не обязательно значит, что он богат. Это не обязательно означает. Что касается меня, то я категорически возражаю против определения «звезда», потому что я не киноактер. Конечно, экран играет свою роль. Я себя звездой не чувствую никак. Да, я знаю о своей популярности. И мы начинали с вами с этого, который меня… Вот, знаете, я не привык. Вот я не могу сказать, что это привычно. И, скажем, когда люди ко мне подходят, говорят, а можно с вами фотографироваться? Только не сфоткаться? Это я говорю, никогда. Фотографироваться можно, а фоткаться никак. Я не люблю это слово, и вообще русский язык я слишком люблю. Или когда люди подходят в автограф, я всегда говорю «да». Это часть профессии. А когда некоторые мои коллеги кривят рот и говорят, ну, я так устал от этого, я им говорю, вот дождетесь дня, когда вам не будут просить. И тогда я на вас посмотрю. И не предложат. Да, согласна с вами. Так что я это очень ценю. А вот езжу я на метро, или в каком магазине я покупаю продукты, или где я провожу отпуск. Так, это сопряжено с тем, что я могу себе позволить. Я могу многое себе позволить. Вот, а яхты у меня нет. Я не могу себе позволить. И частного самолета у меня нет. Но я могу лететь первым классом. Вот такой вопрос вам. Если предложат вдруг хорошую роль в полном метре, да еще и за хороший гонорар, вы согласитесь? Нет, я вам скажу, почему. Давно еще замечательный наш режиссер Марлен Хуциев, автор двух выдающихся фильмов, один называется «Застава Ильича», а потом заставили изменить на название «Мне 20 лет», а второй «Июльский дождь», я когда был еще молодым человеком, и говорят, довольно-таки красивым. И он мне предложил дважды сыграть там главную роль. И Олег Ефремов предложил мне в «Современнике» в свое время сыграть главную роль в пьесе «Двое на качелях». Я отказался и там, и там. Я думаю, что это предложили мне из-за внешности отчасти. Я не профессиональный актер. Я терпеть не могу любительство. И самодеятельность не люблю, народную, так сказать. Я обожаю мастерство. Мастерство. Это из профессии. Да, талант должен быть, но все равно это профессия. И поэтому, понимая, что я, конечно же, не профессионал и не актер, я бы никогда не согласился на то, чтобы играть где-то. Нет. Ну, я играл у Парсенова, у Лени. Он сделал фильм, где фигурирует Пикассо. И он просил меня сыграть роль Пикассо. Пикассо? Да, да, да. Ну, видите, так сказать, я брею голову, говорю по-французски. И ему показалось, что я могу это сделать. Ну, это было суммарно, может быть, три минуты. Ну, это забава, скорее. Легкая авантюра, как мы это называем. Ну, и потом Леня очень хорошо знаю, и он попросил, и мне как? Ну, давайте. Владимир Владимирович, у вас замечательная программа. Тут, конечно, спорить никто не будет. Их любят, их обожают, их смотрят, их слушают. Через ваши программы проходит столько людей. Было ли интервью для вас какое-либо с вашими гостями такое самое тяжелое, эмоциональное самое тяжелое? У меня были самые, так сказать, неудачные, и в этом смысле тяжелые, с Михаилом Михайловичем Жманецким, с которым я дружу и которого я очень нежно люблю, и с Иваном Органтом, который просто очень близкий мне человек, чуть ли не семья. Именно потому, что это так. Так, брать интервью у людей, которых ты очень хорошо знаешь и которых ты очень сильно любишь, нельзя, потому что ты не можешь им задать те вопросы, которые надо задавать. И они не могут, скорее всего, ответить. И они, и поэтому это были провальные интервью. А были успешные такие, которые запомнились нам всю жизнь? Ну, да, конечно, были такие очень яркие, которые запомнились по разным причинам. С Гайдаром, с Чубайсом, с послом Соединенных Штатов Байерли, с Хиллари Клинтон, с ученым Владимиром Петровичем Скулачевым. Ну, было довольно много. Никогда не забуду, когда я спросил Чубайса, говорю, «Антолий Борисович, а как вам живется с тем, что вы знаете, что вас ненавидят народ?» И он так помолчал, а вы знаете, что на телевидении там пятисекундная пауза – это вечность. И он так помолчал, так посмотрел на меня и сказал, по-разному, Владимир Владимирович. И просто то, как он сказал, ну вот, этим все было сказано. Понимаете? Вот когда такие вещи происходят в интервью, это незабываемо. И это значит, ты дошел до человека. И он уже забыл, что он в студии, что тут свет, что 8 камер. Все. Надо отметить, что ваше интервью с Аллой Борисовной так же потрясло публику, просто потому, что такой ее еще не видели. Да, я знаю, что у меня есть определенный талант, что вот это мое дело, и что я мастер этого дела. И вот это мастерство, когда оно полностью работает, оно и заключается в том, что человек просто уже забывает, он понимает, что мне интересно, что я не пригласил его, чтобы там приложить или показать, что он дурак или что-то такое, да? Что я его очень внимательно слушаю, что я его слышу, и поэтому он готов говорить. В этом весь смысл. Потому что есть такие, которые говорят, что вот, жесткое интервью. А кому? Это что? Ну, в 20 лет, ну ладно, ну ты всем показал, какой ты крутой, да какой ты это. Когда, очень редко, но когда я попадаю на такое интервью, вот тут я начинаю измываться просто над человеком. Потому что я говорю, ну что, и вот что, вы меня хотите поймать, не поймаете. Не поймаете, это бессмысленно, это неинтересно, понимаете? А чтобы человек раскрылся, даже как может казаться не очень интересным, ну скажем там, Иосиф Кобзон. Ну, не мой человек, ну не мой. Я не люблю ни то, что он поет, ни тем более его позиции. Но когда он вот раскрылся, я увидел, что это у него не позиция, это его нутро. Он так думает, и он готов это отстаивать. И жизнь была непростая, его отношение к матери совершенно особое. Это другой Кобзон совсем. Это другой. И многие мне говорили о Лен Делон, который у меня был абсолютно невозможный человек, Примадонна. Ну, он уже, он моего возраста, ну на полтора года моложе. И не такой красюк, какой был, ну прямо вообще красавец, красавец. Да? И все там французы, которые сказали, так это другой Делон. Другой. Вот это и есть интервью. Вот это интервью. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вы часто указывали и говорили о том, что вы счастливый человек. Вы занимаетесь любимым делом и вы испытываете абсолютное счастье в работе, а также вы нашли свое. Вы счастливы в личной жизни. Наших зрителей и меня интересует людей. Ведь если спросить на улице, о чем вы мечтаете, каждый ответит о счастье. Каждый. А о чем мечтает счастливый человек, Владимир Познер? Хороший вопрос. Чтобы это продолжалось так. Я, чтобы как-то как можно дольше, вот все было так, как есть. Ну в личном плане, да, в жизни я бы много хотел увидеть изменений в окружающей. Потому что касается меня лично, чтобы я продолжал, все-таки, ну не 81 год, но что-то я продолжал себя чувствовать полон сил, мог играть в теннис, чтобы женщины оборачивались иногда, глядя на меня, и я на них. Чтобы вот с моей женой все было так, как ей, чтобы мои дети оставались моими самыми близкими и любимыми друзьями. Вот чтобы это, вот это такой, ну, я бы сказал, волшебный момент. И чтобы как можно дольше он сохранялся. Вот я об этом, конечно, мечтаю. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за ваше время, оно бесценно. Ну вот. За то, что вы его уделили. Спасибо вам. Для меня это, правда, ценно. Спасибо. Спасибо.